Вы знаете, так как здесь присутствует в основном молодежь, а последние десятилетия дом, утратив свою былую значимость, почти неизвестен, по крайней мере, когда я говорю с своими студентами, говорю Цудри, это что дом актеры, говорят они. Я буквально два слова скажу. Итак, Центральный дом работников искусств возник в 1930 году по инициативе тогда Народного комиссара просвещения, нет, по инициативе деятелей искусств, который поддержал Народный комиссар просвещения Луначарский. И первым председателем был Феликс Кон, революционер, человек высокой культуры. В 1938 году был передан особняк на Пушечный, передан он работникам, профсоюзу работников искусств, тогда так это называлось, Рапенс, для деятелей искусств. Цель, Саша говорил, объединение всех деятелей искусств, всех видов жанров творчества. И эту задачу дом перед собой ставил. Споры были вначале, сделать ли дом только элитарным для крупнейших деятелей искусств. А Михаил Иванович Москлин сказал, нет, нет, в доме должна быть обязательно молодежь, которая будет учиться, которая будет нас пополнять. И вот среди этой молодежи, первых ступенек существования дома, был кто? Был Образцов, был Пруткин, был Яншин, были те актеры, которые потом стали цветочевой вершиной нашей культуры. Потому что все время происходил творческий объедин, и присутствие молодежи было совершенно органично. Так же, как со временем процесс идет, и люди стареют, был образован Совет ветеранов и масса других форм деятельности. Какое-то время, в советское время это активно существовало. Было сказано, что любой из приехавших в нашу страну деятелей искусств считал для себя за честь выступить в этом доме. И Бертольд Брэгт с Еленой Вайгель, и Симона Синьере была, и Поль Робсон, которого всегда любил упоминать наша прежняя председатель Ольга Васильевна Лепешинская. То есть это были и деятели искусств из республик тоже. Это было уровнем показа и маркой, и как бы, как теперь говорят, Брэгтом выступал в Центральном доме работников искусств. Дом существовал, деятельность была разнообразная. Дом существовал, он был финансово на балансе, это, наверное, называется имя Михаилову ЦК профсоюза. Это давало возможность существовать, вести нормальную деятельность творческую. И наряду с этим все время как-то активно и даже организационно, и даже материально участвовали те, кто был в этом доме. Когда нужно было что-то, когда сдали этот особняк, ну не все было там в порядке. И люди сами делали, и сами оформляли, и сами что-то ремонтировали. Так что ваш, вы поддержали эту традицию, когда сами ремонтировали крышу вместо тазиков. Эта традиция продолжалась. Положение резко изменилось с распадом Советского Союза. Дом никто не финансирует. Ему не на что существовать. В то время, когда можно было взять его в свою собственность, когда все, кто не имея ничего, охватали все то, что можно, мы то, чем располагали, ну не сумели. Наверное, не те организаторы были, да, Зин, наверное, так получилось. Мы пропустили это время, и дом оказался ничем. Вот в последнее время его ЦК профсоюза, профсоюз культуры считается работников культуры, учредителем, ну вот это название, он ничем не участвует и ничем не помогает. Стал вопрос о том, что надо на что-то жить. И единственной формой для существования дома стала сдача каких-то помещений в аренду. Но так как дом не принадлежит, цедри, сдавать в аренду не имеем права. Сдается... Простите, он принадлежит Москве. Это мы... Нет, не так давно, несколько лет назад мы передали Москве, да? Да нет, было на самом начале, это московский дом. Это московский дом. Московский дом, а не наш. Значит, мы не имеем права, значит, мы не имеем права сдавать в аренду. Но без этого же не на что. За аренду, Нина Михайловна это лучше скажет, она это знает точнее. Значит, за то, что мы сдаем в аренду, ежеквартально платим большие штрафы, так же, как и арендаторы. Но раньше или позже это неизбежно кончится. И с Москвой была достигнута договоренность о том, что мы станем государственным учреждением культуры. Всех это, скажу откровенно, всех это очень насторожило и, пожалуй, даже испугало. Потому что государственное учреждение культуры, став таким, мы могли, боялись потерять свой облик, свою уникальность. А я настаиваю, это очевидно, на этой уникальности. Я думаю, в историю культуры советского общества и русской культуры Цедрик писала очень немало страниц. И тогда возникла мысль. Нам как-то мэрия пошла в этом смысле в понимании нас навстречу, сказали, возьмите директора, которого потом вы сможете позиционировать как уже имеющегося директора у вас, который покажет, на что он способен, что он может. И мы эту идею очень подхватили. Познакомившись с целым рядом кандидатур, вот Динаида Михайловна тоже познакомилась. Мы все нам предложили...